здравствуйте рада видеть вас у себя на кухне сегодня хочу с вами поделиться рецептом очень вкусной выпечки это кекс с музыкально-танцевальным названием мазурка готовится он очень просто вы сейчас сами все увидите но прежде мы начнем я хочу поблагодарить всех вас за то что вы смотрите мои видео за то что вы пишете добрые комментарии это меня так вдохновляет и я всегда рада новым друзьям а теперь начнем для кекса нам понадобится общий вес орехов и сухофруктов пол кило я взяла клюкву я взяла изюм я по клюкве ориентируюсь на размер кусочков на которые я порежу сухофрукты у меня и курага тут есть и чернослив инжир по выбору вы можете пропорцию орехов и сухофруктов выбирать сами все мы нарезаем кусочками приблизительно размера клюквы сушеной клюквы чернослив видите такие небольшие кусочки получаются вы можете брать любые сухофрукты которые вы любите любые орехи которые вы любите я взяла орехи грецкий орех фундук и фисташки тоже режем их на такие достаточно крупные кусочки предварительно я орехи подсушила на сковородке вот так мы их крупно рубим теперь мы в орехи и сухофрукты добавляем столовую ложку муки размешиваем нам это нужно чтобы орехи и сухофрукты распределились в кексе равномерно они упали на дно при выпечке теперь тесто 4 яйца пакетик ванильного сахара щепотка соли нам нужно чуть-чуть их взбить не до увеличения массы просто вот чтобы она таки пузырьками была масса 150 грамм сахара можно это сделать венчиком я взяла коричневый я люблю коричневый сахар 200 грамм муки и пакетик разрыхлителя просеять смесь сахара и яиц и просто вот миксером размешать можно венчиком размешать это так как есть разрыхлитель это неважно теперь мы подпыленные сухофрукты и орехи высыпаем в тесто и просто размешиваем ложкой как видите все просто масла нет в этом тесте он такой почти диетический моя форма 30 на 11 сантиметров достаточно большая нужно проложить ее пекарской бумагой и выложить в форму проложенную пекарской бумагой все тесто наше оно такое вязкое такое тяжелое получается темное вот если вы любите хлеб с орехами и сухофруктами вам должно понравиться духовку я заранее разогрела на 180 градусов режим верх-низ и печься в моей духовке будет кекс ровно час вот такой он у нас получается нужно вытащить кекс из формы поставить на решетку минут десять дать ему постоять в бумаге а потом минут через десять когда он чуть-чуть остынет снять бумагу и пусть он остывает уже без бумаги на решетке пошаговый рецепт вы сможете прочитать в инфобоксе в описании под видео посмотрите какой он румяный у него такой звук глухой когда по корочке стучит когда кекс остынет его можно украсить или просто сахарной пудрой посыпать его я решила сделать глазурь мне захотелось такого нарядного кекса 50 грамм сахарной пудры и столовая ложка лимонного сока посмотрите какая консистенция получается у глазури я буду украшать с помощью кулинарного пакетика если у вас его нет можно просто взять целлофановый кулечек уголок срезать и вот так полить его кекс произвольно как вам нравится но мне решилась я решила такие зигзаги сделать на кексе не хочется чтобы он выглядел нарядно еще я его украшу такая пудра из сублимированной малины она так пахнет ароматно малины зелененькие фисташки мелко порубленные посыпать но чтобы нарядно было ну давайте пробовать он так режется как бородинский хлеб такой тугой плотный но посмотрим что у нас в разрезе посмотрите какая красота вы посмотрите как распределились ровно орехи и сухофрукты посмотрите какой он темный за счет коричневого сахара прям вылитый бородинский хлеб ну что пробуем он такой плотный это очень вкусно и орехи и сухофрукты все так чувствуется кекс получается очень вкусным совсем непритерным с очень интересным и богатым послевкусием приготовьте а мне будут очень интересны ваши комментарии и я всегда рада видеть вас у себя на кухне мира вам радости и добра